Я сейчас прошу вас найти квадраты чисел, которые заканчиваются на цифру 5. То есть по-прежнему квадраты 5, 15, 25, 35, 45, что там еще бывает? 85. Ну и до этого остановимся, опять доска кончилась. Пожалуйста, посчитайте, просто в столбик. Сколько будет 15 умножить на 15? 225. Да, 225. 625. 1225. 2025. Дальше будет 3025. 4025. 4225. 7225. И 9025. Все время заканчивается на цифре 25. Более того, если их отбросить... Представьте себе, я просто везде зачеркнул 25. Тогда здесь вообще ничего не останется. Здесь останутся вот такие числа. Давайте подумаем, что это за числа. По какой формуле получается из числа n это что? Мы берем первую цифру в числе, потом умножаем его на число, на одно больше... Правильно. Что такое число 6? Это 2х3. Что такое 90? Это 9 умножить на 10. Что такое 56? 7 умножить на 8. Так вот, сейчас нужно, пользуясь предыдущими нашими знаниями, доказать эту формулу. Ну, во-первых, что значит отрезать две последние цифры. Вот как записать... Дело в том, что отрезать, конечно, понятно, но как это записать формулу? И как записать формулой число заканчивается на 5. А вот как? Число, которое... Только не n. В том-то и дело, что не n. А вот то, что остается, когда отрезаешь пятерку. Давайте здесь напишем не n, а давайте здесь напишем какую-нибудь другую букву. Буква k. Вот, вот, вот. Буква k. И давайте я эту самую строчку из букв k, я ее даже подчеркнул, а потом как-то забыл это сделать. Вот они, числа k. 0, 1, 2, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Так вот, как записывается число n через число k? Это 10 умножить на k плюс 5. Это все понимаете? Число, оканчивающееся на 5, это несколько десятков плюс 5. Это просто так и говорят, да? 75. 7 десятков и 5. Или что такое 95? 9 десятков и 5. Кстати, если у вас будет какое-то более хитрое число, например, число 135, то то же самое. Это будет 13 умножить на 10 плюс 5. Роль числа k будет играть в число 13. Отлично. И вот теперь мы должны понять, что такое n квадрат. Кто-нибудь пойдет, сможет это написать? Ну вот это число 10 умножить на k плюс 5 развести в квадрат. Правильно. Справитесь? Пожалуйста. 10k плюс 5 в скобке в квадрате. Равно. Отлично. Теперь идем на правую доску. Покажите, пожалуйста, пальцем формулу, которую вы сейчас будете использовать. Правильно. А это 10k, b это 5. Отлично. Идем в центр доски. Ну, посводим а в квадрат, b. 100 в квадрат. 10k умножаем на 5, получается 50k и плюс 2 умножить на 50k. Да. Можно, конечно, и... Да, да, да. И плюс еще... А вот теперь надо все-таки сделать то, что вы хотели. Вот там, не надо, на 2 умножить на 50, напишите, пожалуйста, 100. Надеюсь, это все знают. Все понимают, да? 2 умножить на 50, это 100. Отлично. Отлично. Все сделано то, что надо. Теперь вопрос. А почему же из этого следует наше вот это вот замечательное наблюдение? А очень просто. Ребята, я сейчас перепишу ее форму, только учтя, что все-таки там именно 100, а не что-нибудь. Значит, смотрите, n в квадрате, это 10k плюс 5 в квадрате, это понятно, это там написано. А вот теперь, внимание, это 100, все видят, да? 100. И здесь тоже 100. Значит, можно вынести за скобку. Умножить на k в квадрате плюс k. Ну и вот это 25, я переписываю, как было. Плюс 25. И еще раз перепишу. Это 100 умножить на k, умножить на k плюс 1, плюс 25. А вот теперь простой факт. Что значит умножить на 100? Это приписать 2 нуля. Все знают, да? Это приписать 2 нуля. Что значит k умножить на k плюс 1? Вот это вот, в точности этой строчке. Число умножаем на следующее за одним. Ну и плюс 25. Когда число, которое кончается на 2 нуля, прибавляем 25, мы фактически вот вместо этих двух нулей, последних, пишем цифрой 2 или 5. В общем, ребята, я считаю, что я все объясню. На этом второй сегодняшний сюжетик закончен. Мне кажется, он очень даже симпатичен, замечательен. И начинается, собственно говоря, то, ради чего я сегодняшние занятия провожу.